Алоха, с вами Энни Стар, и сегодня я снимаю разговорное видео для вас. Это видео будет мотивационного характера. Я надеюсь, что мои слова кому-то смогут принести правильные мысли и как-то смотивировать на хорошее настроение и на начало позитивной жизни. Поэтому усаживайтесь поудобнее, я желаю всем приятного просмотра. Я начинаю. Мы не выбираем место, где нам родиться, но мы выбираем, какими людьми мы можем стать. Именно с этой фразы я хочу начать свое сегодняшнее видео. Очень часто в жизни бывает так, что у нас нету настроения, нету хорошего настроения. И это связано с разными факторами, ситуациями, людьми вокруг. Что-то, возможно, нас не устраивает. И довольно-таки часто в нашем современном обществе у многих людей нету настроения. И я, в принципе, буду приводить лично свои примеры из своей жизни, примеры, которые я испытала на себе, ситуации, которые происходили со мной. В силу своей эмоциональности я могу бурно реагировать на какие-то события, на какие-то колкие фразы в мой адрес и на плохие фразы в свой адрес. Это я еще выучила с моей школы, потому что, я не знаю, возможно, некоторые люди, которые были в моей школе и являлись моими одноклассниками, могут смотреть это видео. Но все же я хочу сказать, в моей школе мои одноклассники меня не любили. И да, не все, но большинство меня не любило. И не любила за какие-то дурацкие вещи, по типу, я играю на саксофоне, и я снимаю видео, поэтому с ней лучше не общаться. Эта девочка не из нашего ряда. Она не вписывается в общество. И я очень часто слышала в свой адрес какой-то негатив. И вот я тогда еще поняла, что люди бывают очень жестоки. Особенно дети. Как ни странно. И как бы это, возможно, грубо, и кто-то сейчас эту фразу не поймет, но дети — это достаточно жестокие существа, потому что вот нету вот этого сигнала стоп, когда у взрослых эти сигналы уже есть. Большинство, скажем, большинство думает про последствия, которые будут в будущем. Но у детей такого нету, и поэтому, как бы, говорят без остановки всякую грязь. И вот я тогда еще поняла, что люди, как я уже сказала, могут быть жестокими. И поэтому я научилась принимать в свой адрес колкие вещи. И на самом деле я сейчас не буду говорить, что я благодарна им за то, что они, как бы, воспитали во мне это чувство, чтобы я смогла принимать всю ту дрянь, которую мне могут говорить. То есть, как бы, я могу сказать спасибо за то, что именно благодаря тем ситуациям я научилась сразу отвечать на какие-то колкие фразы в свой адрес. И на самом деле это очень важное умение. И мне кажется, вот именно вот это умение — отвечать сразу, не потом, когда-нибудь, не через неделю, месяц, не через день на какое-то дерьмо в ваш адрес, а отвечать сразу. И я считаю, что это то умение, которому должны обучать с детства. Так вот, как я уже сказала, в силу своей эмоциональности я могу бурно реагировать на какие-то ситуации. И очень часто бывает так, что было, ремарочка небольшая, было. Очень часто было так, что мне что-то говорят неприятное, да, допустим, какую-то фразу, достаточно неприятную, что-то плохое. Ну, чтобы укольнуть побольнее. И я могу с виду не показывать. И как бы никто даже не поймёт, что меня это как-то оскорбило. И я отвечу же сразу на эту фразу. То есть, и человек больше мне такого не скажет, потому что я отвечу так, что потом просто желание не будет мне так говорить. Но, тем не менее, после этого я ходила как выжатый лимон. Такой, знаете, уже вообще бессилый. Как будто бы вот чисто высосали энергию. И всё, ты просто... Я была очень сильно опустошена. И ты ходишь, правда, вот как выжатый лимон, с вот такими вот мешками под глазами, и всё. И я даже расстраивалась, если перед этим у меня было хорошее настроение. И просто в один прекрасный момент меня как будто бы осенило. И я подумала, зачем мне расстраиваться из-за каких-то мелочей, из-за какой-то одной колкой фразы, которая кому-то захотелось сказать, потому что у него сегодня такое настроение. Зачем мне расстраиваться, если я встала с кровати с прекраснейшим настроением, и я буду тратить свою силу, свою энергию на этого человека. И вы знаете, сначала... Да нифига у меня не получалось. Ну, правда. Вот эти все слова, что не забывайте, у вас хорошее настроение, просто вдохните, забудьте то, что вам сказали. Вот эти... Как многие-многие люди это советуют. Многие. Если не все. Вот просто говорят, что забудьте, не обращайте внимания, всякое в жизни бывает. Да нифига это не помогает. Вот эти ваши вдохи, 10 секунд, посчитай до 20, я хоть до 50 посчитаю, и мне ничего не поможет. Потому что если я уже расстроилась, то я уже расстроилась окончательно. Как бы это ни странно звучало. И мне это не помогало. И вот я уже как-то ранее в своих предыдущих видео говорила, что есть такой отличный, классный трюк, упражнение, называйте как хотите. Заставьте себя улыбаться через просто не могу. Поначалу это будет самая ужасная и самая неискренняя улыбка в вашей жизни. Но лучше делать это, конечно, отдельно от общества, куда-то забежать, не знаю, в отдельный кабинет, если вы на работе или ещё куда-то. Потому что это очень странно со стороны выглядит. Потому что поначалу, правда, улыбка не очень. Не очень. Просто попробуйте. И это будет неискренне. Но вот с каждой минутой того, как вы будете себя заставлять улыбаться, вы в какой-то момент почувствуете вот это чувство, да, масло-масляное. Но, тем не менее, вы сможете прочувствовать ту улыбку, вот какое-то вот позитивное такое начало. И это реально работает. Просто заставить себя нужно. И вот я начала заставлять себя. И я себе просто внушала такую мысль, что если мне кто-то скажет какое-то дерьмище в мой адрес, я не буду расстраиваться по этому поводу. Потому что я... Сейчас машина проедет просто за окно, потому что звукоизоляция на уровне просто. Я себя заставляла быть с хорошим настроением, даже если кто-то мне скажет какое-то дерьмище в мой адрес. И я себе объясняла это так. Я вставала утром, просыпалась с хорошим настроением не для того, чтобы я потратила свою энергию, просто позитив свой, свою улыбку, с которой я проснулась, на какого-то вообще левого человека, который тупо шел и что-то мне сказал. Потому что ему захотелось. Потому что у него сегодня такое настроение. А на самом деле очень часто сейчас такая мода пошла подкалывать. Вот реально пошла мода. И я с уверенностью могу сказать, что это прям как будто бы вот мода, тренд просто. Ужасный тренд, который... Ну реально, он просто ужасный. Больше у меня слов нету. Вот просто подкалывать. И как можно жестче, тем оно будет веселее. Но это такой дебильный тренд на самом-то деле. И суть в том, что я поняла, и я начала себя заставлять это делать. И каждый раз, когда мне кто-то что-то говорил, я думаю, Аня, зачем? Не расстраивайся. Это не стоит того. И просто вот когда ты начинаешь вот это продумывать, вот это проговаривать про себя, у тебя потом не возникает чувства быть грустным. И просто уходит вся вот эта грусть. И просто, если даже какая-то случается левая ситуация, я вспоминаю, что А зачем мне расстраиваться, если я просыпалась с хорошим настроением? Не для того, чтобы расстраиваться, а для того, чтобы прожить и провести этот день круто. И вот мы пришли к тому факту, самому главному, что вы всегда должны помнить то, что жизнь одна. И вы живете только одну жизнь. И если подумать, с какой скоростью бежит время, у вас три года вот так вот просто пролетят. Один год вообще летит вот так. И если просто подумать, что все мы помним взрыв Билли Айлиш, просто тренд взрыв. А это было уже в начале этого года. В начале этого года она взорвала публику, и в прошлом году. И то есть время летит незаметно. А кажется, как будто бы это было совсем недавно. Вот. И к чему я это веду, этот пример? К тому, что время летит очень быстро. И если мы будем тратить его на всякое дерьмище, как я уже сказала, мы не будем успевать жить радостно, жить в позитиве и просто наслаждаться жизнью. Вот что я, собственно, хотела и сказать. И что бы я еще очень хотела добавить. Несмотря на то, какая у вас ситуация в жизни сложилась сложилась или складывалась, не обращайте на нее внимания. Просто отложите ее в сторону. Зациклитесь на чем-то другом. И вы увидите, как решение придет само собой. Просто само собой. Вот так бывает. Потому что чем мы больше паримся над чем-то, тем медленнее приходит решение этой ситуации. Поэтому вам просто нужно ее отпустить, отложить в сторону, и все будет окей. Так что обязательно верьте в себя, несмотря на то, какие дерьмовые порой бывают ситуации. Я думаю, слово дерьмище, дерьмовое, пролетело за это видео очень много раз. Вот. Если хотите, можете подсчитать и написать в комментариях, сколько раз я сказала это слово. Но на самом деле, правда, просто бывают такие ситуации зашкварные. И это очень портит настроение. А я хочу, чтобы у вас, у моих зрителей, которые посмотрят это видео, было самое прекрасное настроение, несмотря ни на что. Потому что мы должны помнить, что настроение хорошее, это залог успешного дня. И вот представьте, вот если вы сейчас сидите там грустный, одинокий, вы тратите этих 5 минут на эти раздумывания, хотя 5 минут вы могли потратить, посмотрев уже чуть-чуть, чуть-чуть минуточек своего любимого сериала. пару минут серии своего любимого сериала, а потом бы у вас поднялось настроение. Или же посмотреть видео на YouTube, или сделать какие-то другие вещи, а я уверена, что они у вас есть. То есть я к чему всё это веду? К тому, что мы не должны тратить своё настроение, свои жизненные минуты на какое-то плохое настроение, на просмотр каких-то плохих видео в Инстаграме, потому что сейчас тоже очень много всякого спама, ненужного порохла, ненужных видео, которые просто... Мне очень смешно от таких видео, знаете, когда минуту смотришь, и там полностью такой бред. И люди в комментариях обычно пишут, господи, я потратил на эту минуту своей жизни, я потратила на эту 2 минуты своей жизни. Просто нужно абстрагироваться от этого и не смотреть это. Пролистывать, а вообще лучше отписываться от такого, и чтобы вы в жизни не тратили время на то, что, по сути, вам вообще не нужно, потому что, ну, это глупо, неразумно, я так считаю. Не забывайте то, что можно всегда отвлечься, несмотря ни на что. Вы можете прогуляться с друзьями, посмеяться, заняться каким-то творчеством, сделать что-то прикольное, невероятное, сделать классные фотографии, прогуляться с родными и ещё очень-очень много факторов. Поэтому не забывайте то, что у вас должно быть хорошее настроение, чтобы жизнь была яркой, насыщенной и позитивной. А я желаю всем добра, позитива обязательно. Больше и чаще улыбайтесь. Учёные доказали, что это не вредит, а только улучшает ваше здоровье. Всех люблю, целую, обнимаю. И, конечно же, до скорой встречи в следующем видео. Ах, простите, ссылки на мои соцсети, а точнее на мой инстаграм, будет внизу, подписывайтесь, и там мы сможем пообщаться. Так что, буду вас там ждать. Заходите. И теперь, конечно же, до скорой встречи в следующем видео. Всем пока. Peace. Peace. Субтитры подогнал «Симон»